всем здарова народ с вами паучи и сегодня мы с вами продолжим играть на карте олимпус с модами additional creatures 2 и модом годзилларк погнали начнем из доски подписчиков и сегодня победил клаус майклсон поздравляю тебя дружище большое спасибо за твои комментарии и лайки напомню чтобы попасть на доску подписчиков нужно просто написать любой положительный комментарий и поставить лайк прошлой серии мы с вами обсуждали что именами донатеров можно называть динозавров но говорили что это будет происходить на стримах в общем-то если когда нибудь будет стрим то можно будет там так делать но один человек взял и задонатил между сериями это было неожиданно большое конечно тебе спасибо но обсуждали мы стримы все-таки в общем-то акракантозавр получает твое имя hot rod раз уж обещал придется держать слова я почитал ваш комментарий по поводу приручения креолофазавра если я правильно его называю что нужно во первых использовать антеозавра потому что на него не действует ледяное дыхание знаете это логично это кстати реально логично не знаю почему не додумался до этого и не попробовал но мы с вами попробуем обязательно и второе было интересное предложение это найти все-таки хороший дробовик и что стреляя в башку дробовиком уж точно не промахнешься по той точке которая отвечает за его заморозку и наверное в этом тоже есть какая-то логика так что мы с вами сейчас возьмем антеозавра и пойдем поищем лавовых големов точнее наоборот я туда полечу пролечусь над островом виверн и если есть лавовые големы то мы возьмем антеозавра и будем их убивать в надежде что получим нормальный чертеж на дробовичок лаборинг у нас прокачался пока стоял давайте ему все-таки хп дальше качать он же у нас для приручений постоянно попадает под удар и чем больше хп тем более я за него спокойно и зачем я вообще лечу если у меня есть там телепорт объясните мне пожалуйста геологика опа вот так вот я попал на синий луч никого нет плохого тихо тихо о какой шикарность это у нас гигант офис понятно змеюка голем может быть как внизу так и наверху где угодно то есть в прошлый раз у нас один был внизу один наверху поэтому надо облетать полностью всю гору это у нас мог мазаврик отдыхает а вот и голем уже уже мы можем за фармиться хотя бы на одном големе но я пролечу еще потому что они могут спавниться реагировать на игрока так сказать это все-таки локал камер прогружается когда я рядом мазавр магмазавр да такое в луче сезло за галли мимо очень рад ухты смотрите что здесь творится шинизаурус 145 160 ребята мне кстати написали в комментариях что 150 это не топчик я уже понадеялся что у меня серия топовых приручений меня бах и обломали я успокоил себя тем что 150 это тоже хорошо где был голем надо где-то возле него телепортироваться домой и сделать last remote location только уже на антеозавре вот он стоит ему уже не терпится так что у нас плюс 2 урона нормально дратуйте я бы не советовал так где он только не говорите что диспанился нет нет вот он на месте и я на месте вставай 50 и 63 к хп мне сказали что это так и должно быть что у них у всех так правой кнопкой до кровотечения наносим или какой немножко подзабыл этот момент что происходит почему я слетела пошло кровотечение уже минус 5000 хп можно трубу отключить в принципе на время приближение на трубе и удар с кровотечением совпадают правая кнопка мыши он бесится какой же он офигенный я все такого приручил с удовольствием цвет металл обсидианы прожилки магма наверно да что то такое 12000 как же все быстро происходит бедолага голем наверно не понимает почему он такой большой сильный не можете бить какого-то чувака на собаке так давай 8 к сейчас уже упадет очень очень сильно хочется заполучить заветный чертеж на дробовичок давай добивайся и ну есть чертежи получены и он на меня упал зараза но она пусть упал и упал есть 215 процентов дробовик что еще двести сорок пять процентов снайпер к готовая снайпер к 201 процент в принципе остальное все такое платформа на плезио кецель кецель платформа на бронтика кстати брахиозавры бронтик это не одна и та же платформа идет давайте посмотрим как-то так пишется да нет не так уж точно брахио нет у него отдельное седло окей тихо 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 что такое что происходит не на пассивке что ли нужно его особо не парковать и отдай нам пожалуйста все рецепты если помните а там на горе в той стороне не за олимп этого рода вот она которая в облаках там есть бионик альфа гиганатозавр тысячи какого-то уровня я думаю что мы можем на лейк ван монстре попробовать с ним подраться сейчас я только сначала сделаю себе оружие дробовичок или сюда химический стол ставим на крафт порох маловато по моему на пулю надо много пороха до 6 пороха на одну пулю из трех пуль делается один патрон дробовика и три пороха опять же надо получается на один патрон дробовика надо 21 порох 2 металла я думаю патроны сделаем потому что брахиозавр приручается именно дробовиком как мне объяснили опять же я до конца механику не понял что вроде как надо стрелять ему по ногам или по нему он встает на задний лап и надо стрелять по задним лапам вроде как и тогда начинает он приручаться 1800 пороха мы поставим на пулю на пистолетную на круглую остальной порох будем тратить уже на патроны ставим крафт ладно пока все это делается мы можем сгонять хотя нас не будет рядом хана не будет делаться ну ну да ладно и наверное мы опять используем колаборин х почему я должен туда идти пешком да если я могу слетать оставить там портал телепортик тем более что это неплохая отправная точка потому что в той стороне у нас по-моему телепортов нет мне посоветовали погулять возле секвойки что там есть какие-то птеры которых я еще не приручал может быть не птеры да похоже на птеров создания обязательно это сделаем ухты а это что челан тазауру с 20 кстати я ни разу еще до до рипера не видел хотя мод стоит и ни разу еще не видел обычного гигу хотя нам нужны оплодотворенные яйца гиганатозаура и что с этим делать я не знаю нам не просто надо найти гигуа надо найти самца и самку их спарить так это кто альфа раптор обычный обычно альфа что мне интересен бионик гига на месте но естественно куда он денется никуда он не денется где-то здесь есть место которое он ну не может пройти так сказать застревают и сказали давайте поставим телепорт надеюсь что это так что мне сейчас не за ваншотит лайкван монстры мне не придется его заново приручать не бежит хоть назову этот телепорт олимп на самом деле я не просто хочу убить этого гигу чтобы порадоваться да какое мощный я хочу получить с него альфа кровь я надеюсь что она с него формится единственное что прежде чем мы пойдем наверное есть смысл сделать бензопилу принципе все ресурс у меня есть на ее крафта к сожалению у меня нет топового чертежа никакого даже вообще хотя бы зеленого нет есть только обычная бензопила делается я возьму себе немножко бензинчику кстати смотрите в генераторе заканчивается это нехорошо окей окей а куда дел бензин вот он я буду наверно пробовать вот здесь возле этого камушка потому что в прошлый раз он здесь под застрял может быть это случайность конечно нет наверно нужно все-таки какое-то оружие иначе он на меня не заагрится я слишком далеко если будут убивать я сразу телепортируюсь like one монстром еле-еле ходит так вот этот винторец подойдет и не знаю штук 5-6 патронов там а он уже что ли под застрявший а нет разбоговался так ну что будем надеяться что он не перешагнет всю эту хрень я сразу возьму пульт и что типа отогрелся давай 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 и где-нибудь вот здесь застряли да он застрял смотрите но как-то мне неспокойно 2 200 блин я хотел назад отойти а там камушек оказывается охренеть 2 200 это было больно ну вот так вот он четыре раза меня укусит и все да мне патронов то почти не осталось последний патрон и попал ну давай иди сюда не хочет зараза вот чуть-чуть достал а чё это о чем мы стоим он видимо под застрял или он меня заманивает ладно по 2000 ну я не против хотя бы так получается же до 65 блин если он подбежит не хана стопудово но зато я пока что достаю даже побольше по 2 400 это вообще даже наверно 10 часть до всего своего урона на который способен like one монстр 52 я боюсь ближе подходить во хорош прилетела давай еще ох блин вот это я его прописочил есть все капец его капец мне даже рецепты какие-то так упали нормально и теперь самое главное с него не падает альфа кровь вот это печально это очень-очень печально зато смотрите сколько электроники и уже 600 700 металлолома 447 осколка элемента и нефть так я забаговался и теперь я после like one монстра буду боговаться в каждом камне да а что он получил 17 уровней все в урон конечно такое здесь стоит верстачок секс тишина может быть тут какие то есть измененные крафты нет здесь все то же самое 684 пули простые пули так что у нас еще по пороху есть еще порох и мы можем нет мы не можем у нас нет угля 227 делаются я надеюсь по 2 не делается по одному сожалению так что у нас на крафт не хватает создать один я очень хочу попробовать приручить барахиозавра нам понадобится еще много пороха потому что стрелять мы будем много в этом моде я думаю подожду пока скрафтится еще немного патронов потому что мне кажется что 200 патронов мне не хватит почему-то хотя может быть хватит еще меньше и мне надо перезайти после того как я покатался на антеозавре здесь 260 угляну в принципе да уже не существенная цифра закидываем порох сюда у меня делаются патроны но я думаю что можно уже отправляться меня получается 300 патронов для начала пойдет если что вернемся я уже заприметил парочку барахиозавров в той стороне один есть топовый но он очень неудобно расположен там где месиво происходит и 1 130 вот здесь ну не знаю 130 это конечно такое я бы попробовал все-таки разобраться с месивом но как обычно у меня здесь вечереет возьму я эндрюс арха потому что с него можно стрелять так лишнее только выкинем хотя толку он все равно все это подберет насколько понял нужно довести его до такого состояния чтобы он стал на задние лапы раз перепел захотел меня долбануть своими передними лапами и в этот момент надо стрелять ему по задним лапам по нижней части по коленям ниже коленей чтобы он рухнул и тогда он в общем-то усыпится его можно будет приручать наверно придется включить гамму что ли да смотрите 130 уже дерется я так понимаю что достаточно успешно это у нас карахара донтозавр 55 ну ну капец ну стопудов капец о капец вам все ладно но здесь более-менее спокойно хотя обычно тоже толпа отвалите а вот там где 150 там жопа вот чуть чуть подальше с той стороны много но они все мелкие почему-то вот тот кто нужен обязательно в самой заднице находится так вот здесь ну смотрите когда пролетал здесь ничего хорошего не происходило вот они все можно почистить убивать всяких ужасных птиц рапторов и попытаться приручить даже не слезая с эндрюсарха давайте пробовать вам у нифига он меня пнул как будто это знаете тузик укусил и он его ногой типа вали бьется больно даже вот обычным своим ударом 98 попытаемся вот довести до того момента чтобы он стал на задние лапы все отходим и теперь надо стрелять вот куда-то вот сюда вот так так до полторы тысячи оглушения работает конечно не прям ах а вон он опять встал пытается догнать и встать на задние лапы наверно возле меня уже где как да и вы сильно пробиваю вот я стреляю тебе по нижним конечностям тихо 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 да давай полегче там 1900 но падает довольно таки быстро но сейчас до нуля дойдет а надо побольше стрелять просто ох нифига себе стрельнул побольше 5000 урона охренеть мне больше нельзя ему попадаться я даже столько хп не осталось 3800 4300 не оглушать то можно но блин смотрите что творит гадюка он уже кровавый отбегаем успели отбежать и сколько ему нанес вообще чуть-чуть я вы сейчас добью уже видимо 150 это будет у тренировочный да нет я его убиваю ребята 280 хп ему уже ничего не поможет прости дружище а у меня напугал смотрите он меня напугал когда собирался по нему выстрелить кстати у эндрю сарха тоже со здоровьем очень плохо прям очень надо его убирать все давай до свидания с менеджер сарха подлечим нормально но в принципе механика мне понятно главное стрелять аккуратно и точно тогда все будет хорошо будем сейчас сто тридцатого приручать я думаю со второго раза то по-любому получится уберем там всех лишних единственное что я сейчас все-таки до конца до хилю эндрю сарха этот зараза сильный сейчас не даст не отхилить сюда а нет дал вставая на задние лапы я готов ниже колени надо стрелять страны я стрелял все это время ниже коленей и толку не да как говорится ну же так ей еще и еще и теперь ты наверно встанешь да уже есть стал аккуратненько попадаю еще 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 о нет это он конечно зря сколько 6 400 из 21000 в принципе начало положено да ты бесишься я надеюсь что ты бесишься 3 200 блин слетает слетает очень быстро слетает оглушение неприятно вот это конечно неприятный момент о 1 2 3 4 5 отбегаем 10 800 оглушения продвигаемся 9 200 уже осталось в 1 2 3 4 не попал 5 6 17000 неплохо еще попал 17 800 18 вот раз прям хорошо нет лишнее вот это было лишнее окей давай пусть у тебя разочек под задорю давай 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 надо подзарядить дробаш заряжайся он опять стал да ладно вообще не вовремя для дробаш не заряжен есть есть нормально вообще нормально я его завалил есть и чего и чего у нас тут так оглушение ну кстати падает кстати она падает а что он кушает исключительный корм базовый овощ окей быстро домой за бентуронгом за едой за наркотиком домой 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 я тут делал кибл местный местного масштаба 35 штук ягоды возьмем в кормушки бентуронг наверное есть смысл наркотика взять немножко а то мало ли чего да как говорится всякое бывает дратути я вернулся держи корм держи ягоды держи все давай мы тебе немножко прожмем что по оглушению идет вверх в принципе осталось только ждать я вот не знаю поскольку мы же бери надо 2000 представляете какая жесть это последнее что он будет есть это мы же бери нафиг его принес как раз 2000 кстати стим бери тинта бери короче любые другие ягоды он с большим удовольствием скушает базовый овощ я вот не знаю как он отнесется вот к этим киблом о timing 2 процента он что-то съел а что он съел он съел один кибл и что и сколько еды вы серьезно 2 процента один кибл там почти 500 еды надо капец конечно приручение но хорошо что он хотя бы что-то кушает то я уже испугался что он вообще ничего кушать не будет 27 процентов а вот так гораздо веселее на самом деле кушает он тинту бери да то я уж думал капец ну конечно паучи приручает на улице сразу либо ночь либо какая-нибудь жопа жду я уже довольно таки долго 96 и 7 процента приручения эффективность также осталось 63 процента ну как бы и ладно я не знаю почему такая эффективность потому что я после того как он вырубился вроде как по нему не стрелял хотя может быть и один выстрел был лишний кто уже знает это 98 и 7 процента 99 и 4 все хорош давай доедай домой есть наконец-то дайте спрыгнуть обалдеть я если честно почти не верил в успех я надеялся что получится ну думал блин опять будет какой-то геморрой так куда тебя телепортировать ну давайте домой тоже у нас появился брахиозавр 170 уровня довольно таки интересное существо как вы видели что механика приручения необычная но по мне так она чуть полегче дать чем предыдущие мои приручения с такими механиками странами но все равно довольно таки интересно все это происходит мне особо не мешали мне повезло рахиозавр вот она 20 брони дает забираем наверно наркотик пока что ничего прокачивать не буду мы на нем сначала прокатимся жесть такая медленная что просто капец блин среди где сижу вообще на макушке на самой я вообще смогу здесь пройти то вроде как выходит уже хорошо но наверное все таки дать дадим метку я чувствую мне терпения не хватит так домой бежать закрываем у ну ты же девочка но и ема что это такое ну ка жесть ну давайте смотреть на левую кнопку мыши у нее удар лапой передние я даже не могу увидеть это вот бьет лапой на правую кнопку мыши бьет задней лапой вот так и собирает за одной ягоды окей на c принимает положение стойку на двух передних лапах в этой стойке тратится выносливость если я нажму левую кнопку мыши то будет вот этот сумасшедший удар бам жескач просто же скач но этот удар довольно таки долго восстанавливается что у нас там 9 очков доступно скорость по 03 это выкинутый бал только что было 1 давайте он 427 нормально если мы нажмем alt плюс левую кнопку мыши то он издает вот такой вот рев который пугает вокруг всех динозавров нить они побежали это атака тоже довольно таки долго перезаряжается и на самом деле не вижу есть ли где-то индикатор но наверное такого индикатора нет также кнопочка r перезарядкой я могу выбирать что она будет собирать она она же у нас девочка солома ягоды камень металл дерево то есть сейчас по идее если я подойду к дереву и удар сделаю да я соберу дерево а камень как видите не трогает перезай переключаемся давайте на камень и мы ломаем камень ну-ка еще разочек хочу посмотреть количество урона встаем на задние лапы нажимаем си подходим жесть и вам 11600 давайте пока сюда чуть попозже я подумаю насчет расширения двора о кстати да и на духу 130 здесь гуляет это интересно может быть и верно его может поднять тут кстати бобры плавают это значит что здесь есть цементная паста пожалуйста поднимите очень прошло папа нормально нормально подняли папа да залетел как родной просто аккуратненько аккуратненько залезаем наверх сильно сомневаюсь что у нас здесь достанет наверху у какой-то огромный у меня таким не казался когда я вынес не вода закончилась чё как я здесь оказался не трогай меня то блин где вода вот она фух чуть не помер от жажды надо по лучам на досуге полетать еще поискать големов очень хочется легендарный дробаш легендарную винтовку и наше приручение уже станут гораздо более комфортными приятными и скоротечными кстати у него в здоровье всего лишь 13 поинтов представляете кислороз зато 28 в еду 20 6 ну в урон хотя бы 19 еще более-менее он пошел в кислород не за у него тратится кислород под водой нет надеюсь что нет все уснул уснул точнее уснула опять самка держи мяско сколько надо 7 штучек по мне так да и на дух ус он больше похож на современного крокодила единственное что размер подкачал у современного крокодила естественно у дэйна зуха со все нормально 98 процентов готова держи седло не понял много бага новость ладно не страшно пиранья решила меня сразу сожрать сходу это она конечно зря тихо тихо ну давайте смотреть 4800 хп выносливость 1800 естественно кислорода нет а пошел он она точнее в кислород это немножко обидно вес 1258 урон 434 скорость 160 заглянул краем глаза на википедию теперь я знаю что этот крокодил умеет во первых на левую кнопку мыши обычный укус который разворачивается вот я смотрю туда назад он туда развернется и укусит окей это круто на правую кнопку мыши более медленный удар но более сильный который вызывает какой-то дебаф мы этот дебаф посмотрим так надо самому покушать на клавишу си удар хвостом который вызывает отбрасывания не знаю зачем он нужен но попробуем тоже потестить больше ничего у него нет не могу даже догнать 195 неплохо на правую кнопку мыши 273 и вам а кровотечение понятно 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 теперь я хочу потестить отбрасывания а вот и вот ты мне поможешь давай а пусть он сбрасывает кого-то с хвоста до вперед он хвостом не бьет давай вот так вот и откинул и причем я даже не загорел просто откинул понятно дайте рискнем вам хорош 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 видите как много урона по мне прилетает хорош там двое видать отвлеклись видите они только подбежали ну под водой естественно довольно таки комфортно он себя чувствует с него можно стрелять и это радует довольно таки удобно кстати вообще нормально бамс я не понимаю с каких пор можно под водой стрелять из ружья расскажите мне пожалуйста или это мод одишнол кричерс все исправил никогда такого не было раньше вот чуть-чуть хотя бы окунулся с головой все стрелять не можешь ладно ребята на этом я буду заканчивать если понравилось поставьте пожалуйста лайк встретимся в следующей серии всем пока